Приветик! Целую своим поцелуем, от которого воняет сигаретами. Сегодня мы обсудим очень важную тему, очень важную тему. Это вообще не шутки. Что было с моим организмом, когда я бросила курить? Я чуть не померла. Я хочу, чтобы вы знали, что вообще происходит. Потому что этой инфы я не знала, вообще не знала, а я вам расскажу. Перед этим еще секундочку так отвлекусь. Хочу показать вам свою картину. Я сама очень давно искала какие-то картины. Братс, что-то такое стилевое, девчоночи. Но эти постеры стоят огромные деньги. Я не говорю, что моя картина будет дешевая. Мы все-таки себя не на помойке нашли. Но все равно. Это, по крайней мере, ручная работа и выглядит охуенно. И покажу шарик. Нифига себе, да? А бывший говорил, что у него большой. Обманывал. Все мужики обманывают. Вот такой вот у меня есть шарик. Мне подарили подружки на дыра. Я его зову Георгий. На самом деле, я секунду назад придумала это имя. Я вообще не называла его никак. Иди, Георгий. Я решила завязать курить сишки. Я решила, думаю, все, теперь я буду здоровой. Мои легкие будут, как березовая роща. Но ни хрена подобного. Извините меня, да? Это просто кошмар. Что со мной происходило? Это я не знаю. Я не знаю. И так сложно от этой привычки отвязаться. Еще такие последствия. Об этом никто не рассказывал. Я посмотрела кучу видеороликов на тему того, что происходит с организмом, когда ты бросаешь курить. И хочу вам рассказать. Потому что, если вы курильщики, или у вас есть знакомые курильщики, когда ты бросаешь после очень длительного стажа, а он у меня конкретный такой стаж, потому что я, девушка, знаете, такая как бы дворовая, выросла на улицах. Мне пришлось курить, понимаете? Пришлось для того, чтобы как бы влиться в клуб компании, влиться в тусовку, в которой я была. Мне еще драться пришлось научиться. Слава богу, я уже отучилась, как бы все, в Москве этого не нужно, но, извините, в моем городе мне приходилось просто вообще драться. Расскажу короткую историю. Как-то раз я тусила с крутыми пацанами, типа, мажорами для маленького города. Это круто, у них был целый дом. Это считается у нас просто охереть как. И одна девочка, которая раньше с ними тусила, позавидовала мне, потому что, ну, как бы, я привела своих девчонок, у меня такие подружки, знаете, были, ого, как бы. И, в принципе, им больше никто не нужен был, а я всегда как свой братан, брателла, вот. И она, когда я выходила из этого дома, из коттеджа, с туса, с этими парнями, взяла меня и сбила. У меня пол лица было опухшее. Это вообще, это вообще неадекватное поведение. Но в маленьком городе выживать тяжело. Так вот, потом я научилась драться и дала ей отпор. Называла меня коровой, прикиньте, коровой. Кошмар, какие-то комплексы вы мне пыталась возродить. Мне не удалось у тебя, сумочка. Расскажу вам, реально, это очень интересная инфа. Я охренела от побочек, от того, что я узнала. Написала в заметках, что со мной происходило. Вам расскажу сейчас. Вообще, охренеете, отвечаю. Треш. Ну, это вообще... Кто вот мне, кто-то говорил, что мне так будет хреново? Поехали. Мой организм реально устроил мне пытку. У меня по вечерам начало реально гореть лицо. У меня начало болеть сердце. Типа, я думала, боже мой, все, у меня сейчас начнется приступ сердечный, я с ума сойду, умру. Мне тяжело дышать было. Я хожу в зал иногда, занимаясь, да, как бы утром йога, вечером дорога. Мне стало реально тяжелее заниматься. Потому что, оказывается, вот, представляете, вот эти токсины, которые вот были, они выходят из организма мукой. Это ломка, как прям от, не знаю, мне кажется, героиновой зависимости какой-то, как будто бы ты расстаешься с героиновой зависимостью. Я, честно говоря, я в шоке была. Я чуть не потеряла сознание, когда занималась спортом, реально. Я потолстела на 3 килограмма. Я ела так же, как всегда. И просто резко на весах плюс 3 кг. Плюс 3 кг. Господи, это для девушек, это вообще, это психологическая травма, это ужас, это вообще, что теперь делать с этим? Мне жрать? Да я не буду никогда в жизни не есть этому. Что мне делать-то еще? В жизни так мало наслаждения. И так уже пить алкоголь меньше стало, потому что реально хреново. Реально хреново. То есть раньше, ну окей, до 18 ты вообще типа не чувствуешь похмелья. Там вот как everyday в гаражах. А потом, потом уже там после 20 немножко, когда начинается уже там плоховаться, просто, а сейчас, ну мне там еще чуть больше, да, получается. А сейчас вообще пиздец. Ну типа реально я умираю от похмелья, я не могу целый день двигаться, даже если я выпью там, ну чуть-чуть буквально. В общем, это жесть. Или становиться алкашом. У алкашей же нету похмелья, потому что у них организм привык. Вот, как к сигаретам. Поэтому, когда мы курим, мы не понимаем, насколько нам хуёво на самом деле. Хреново. А вот на самом деле организм просто погибает. Я не знаю, я не смогла бы бороться эту привычку на самом деле. Не мотивационной роли какой-то, типа, бросим курить, надо спорт, зошь. Нет, ни хрена, я просто делюсь с вами реально информейшн, которую, ну как бы, кто еще скажет. Почему быстро набрался вес? Когда ты куришь, организм находится в стрессе, как будто бы болеет. Типа, это как болезнь какая-то. И поэтому он в стрессовом режиме зажигает больше калорий. И поэтому, как бы, мы привыкаем находиться, как бы, в таком весе, в котором на самом деле мы не должны находиться. И когда ты бросаешь курить, то вроде как метаболизм такой же становится, какой у тебя должен быть до того, как ты начал курить. Но, блин, это же, оказывается, жиробес на самом-то деле. Извините, почему мне никто об этом не говорил? Это очень сложно, потому что хочется заесть, что-то сладкое сожрать. Мало того, что у тебя метаболизм замедляется, тебе еще хочется что-то сладкое сожрать. И тебе и вообще, и вообще ужас, ужас, одни сплошные килограммы. Я не знаю вообще, как выбраться из этого. Только если забеременеть. Ну, если забеременею, я думаю, я брошу. Ну, блин, капец, да, эти вот эти курящие мамашки, это просто фреш. Еще, короче, есть симптомы, которых у меня не было. Но я просто вам расскажу, мало ли вы будете бросать курить, а я вам все рассказала, да, и не будете удивляться. Это бессонница, вот, и запор. Ну, у меня этого не было, как бы, в самом-то, нормально. Я сплю ночами как убитая. Ну, наверное, это из-за зала, как бы, не знаю. А, или потому что я смотрю на ночь Хантер и Хантер. Отлично, успокоение души. У меня, кстати, в профиле написано, что я Хантер-гурман и Хантер-юморист. Кто шарит, тот шарит. Также очень сложно, когда ты пьешь алкоголь, или у тебя рядом курящие друзья. Это вообще невыносимо. Подруга протягивает вот так вот мясишку, мы с ней встречаемся, и я такая... Я бросаю ее, бросаю ее. Короче, сложно отказаться, конечно. Как от конфетки у 40-летнего дядьки в детстве, да? Кто не брал эту конфетку, э? Прикиньте, сколько говна в сигах, если случается такая ломка. Это вообще, я не знаю, как с этим нужно завязывать, как это вообще, это невозможно. Вот так вот я вам пожаловалась, рассказала про бобочки стрессовые какие-то. Потому что, ну, проблема реально насущная. Вот кто не курит, вы молодцы, конечно. А кто курит, я с вами страдаю. Пипец. Медитация не помогает, ничего не помогает. Вот. И хотела что сказать. Почему видео я не снимала? Потому что у меня все время какие-то синяки на лице, понимаете? У меня то скачала этот... Простуда. Я ее выдавила, у меня она разнеслась на все лицо. У меня еще шрам остался. Представляете? Вообще не давите простуду. Я думала, это прыщ на губе. Кошмар. Губные прыщи такие. Вот. Когда сходила в клуб и создала с кем пойми. Потом я решила сделать себе массаж лица. Вот сейчас уже модно вот эти вот массажи. Вот это вот все. Взяла, передавила себе лобешник. У меня как фигак. Такой охренеть, какой огромный. Вообще этот шрам вылез на лицо. Ну, не шрам, синяк опять. Заживал. Три года заживал у меня. Сегодня ночью. Телефон на бошку уронила. Когда Хантера-то смотрела. Вот у меня я замазала. Ну, может, не видно. Спасибо, Господи, за консилер. Если бы не консилер, мы бы видели всех девочек, которых пиздят. Их парни. Их, которые не спят ночами. Опять же, спасибо консилеру. Реально. Ну, я, в общем, так вкратце с вами поболтала. Рассказала про насущную проблему. Реально. Вот смотрите, я вся на эмоциях. Я горю. Горю. Еще так жарко стало. Сейчас это лето опять. Я не успела похудеть. Как будто все мои килограммы пришли. Как бы даже не ходить в топиках не могу. Я к себе отношусь критично. Я хочу выглядеть стройно. Я люблю себя. Но, как бы, когда я хожу в обтягивающих шмотках, я люблю себя больше. Конечно, в обтягивающих шмотках можно ходить с любой фигурой. Аналиксичкой я не смогу быть. Я люблю жрать, 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 жрать. Я люблю еду. Она любит меня. У нас любовь. Вам понравилось видео, где я ходила в техник-пап. Поэтому я обязательно схожу еще в одно заведение. И не в одно. У меня еще есть одно расследование по поводу Арбата. Мне кажется, его захватили турки. Спасибо вам за внимание. Целую. Как всегда. Пойду погурю.